Помощь сложится из кадров. Ученики Казанской школы-интерната для слабослышащих детей имени Ласточкиной стали моделями. Их фотографируют на уроках, по дороге на учебу и на отдыхе. Все снимки станут частью экспозиции. Средства, вырученные от продажи билетов на выставку, будут направлены на благотворительность. В школе-интернате для слабослышащих детей появились новые сотрудники. Не преподаватели, а фотографы. Так что ученики теперь и модели. Позируют целый день, играя в теннис, изучая биологию. Эти кадры скоро станут основой выставки, благодаря которой общественники помогут собрать деньги на нужды школы. Инициаторы проекта поражаются искренностью эмоций у детей. У этих детей совсем другие глаза. Здесь настолько безусловная любовь в этой школе. Они очень друг за другом стоят. Они очень заботливы, они очень внимательны. Они вот прям друг за другом горой. На выставке будут и портреты, и истории, и репортажная съемка. Фотографии останутся на память школьникам. Мне нравится. Что ты для этого делаешь? Что ты? Убираешься. Учебному заведению действительно нужна помощь. Летом здесь делали капремонт, мебель вынесли. Хранить ее пришлось на улице. Теперь парты и шкафы нужно покупать. Мы не нашли своей мебели. То есть мы думаем, что она просто развалилась при переносе. И при очень плохом хранении, потому что она стояла на улице. Помощь нужна здесь каждому ученику. Ведь у детей разные диагнозы. Многим необходимы специальное оборудование, лекарства и, конечно же, внимание и забота. Екатерина Кудинова, Арат Мухамедянов, Вести, Татарстан.